После того, как в квартире Натальи Шириной рухнул потолок, многодетной маме вместо мягкого дивана предложили раскладушку в помещении школы. Она была, мягко сказать, шокирована. Я никому не пожелаю таких проблем и такой горе. В администрации Новоалтайска подсчитывают смету. Принято решение осуществить капремонт. Вместе с потолком будут менять и крышу. Пока чиновники собирают пакет документов, семья Шириных до сих пор ищет жилье. На сегодняшний день было предложено временное размещение кое-какое место в девятой школе, в спортзале. С чем это связано, я не могу понять. Сказали, под ЧС и только это могут жилье нам предоставить как временное детям. Правомерно ли подобное предложение? Вопрос мы адресовали юристу, которая сразу обратила внимание на нюанс в виде двух несовершеннолетних детей. Человек, опять же, имеет законное право отселиться в целях своей безопасности для жизни. Муниципалитет должен разрешить этот вопрос. Либо это компенсация, либо предоставление временного какого-то помещения. Причина обрушения потолка – сгнившее перекрытие. Со слов жителей, люди предупреждали ЖЭУ, что крыша дома течет. А подобное всегда имеет следствие. Поэтому капремонт здания, по идее, уже должны были запланировать. Но на какую дату, мы решили спросить ЖЭУ-1. Я что-то не готов с нами разговаривать. У меня мысли по поводу подавать в суд на то, что о съемке не был предупрежден, или не подавать на вопрос. Речь идет о кадрах нашего первого материала. Не получив ответа на наш вопрос, просим юриста ответить на вопрос представителя ЖЭУ. Это публичная организация. И, как говорится, о ее деятельности – это договорные отношения между собственниками и управляющей организацией. Любой собственник может попросить, организовать что-то, помочь, оказать. Но вы их, как права организации, не нарушаете. Поэтому разбираемся дальше. Жильцам объявили о подъеме выплат на капремонт. Они, разумеется, против. На сегодняшний день тариф по дому составляет 8 рублей 20 копеек. Это ничтожно мало. При годовом начислении 75 тысяч рублей задолженность за данные условия перед управляющей компанией составляет 40 тысяч. То есть мы понимаем, 30 тысяч управляющая компания за год собрала. За 30 тысяч в год она какие виды работы может сделать. Со слов юриста, в многоквартирных домах – крыша, а вместе с ней подвал, лестничная клетка и тот же лифт – собственность жильцов. А это значит их поле ответственности. Дом полностью приватизированный, все квартиры. И здесь на плечи ложится уже, наверное, более такая ответственность непосредственно на каждого собственника. Кстати, как не сопротивлялись на повышение выплат по капремонту, жителям пришлось согласиться. Ведь это оказалось абсолютно законно. Теперь они лишь надеются, что стройка начнется и завершится до первого снега. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.